Охлаждение отношений между Украиной и Россией с политической плоскости начинает переходить в экономическую. Красноярские эксперты опасаются, что с наших прилавков исчезнут украинские товары. Под угрозой и международные культурные проекты. Подробности у Виктории Лопатайте. Российское посольство отказало во въезде фотографу. Другая история была о том, что одну из театральных трупов не пустили в Австрию. Наталья Сипета, известный в нашем городе продюсер, недавно вернулась из Москвы с неприятными известиями. Рассказывает, ее столичные партнеры пытались пригласить на выставку американского фотографа, но ему отказали в визе. Говорит, случилось это на фоне русско-украинского конфликта. И о таких случаях от коллег-галеристов слышит все чаще. Теперь и сама не знает, сможет ли привезти к нам в город известного фотографа из Парижа. Он уже планировал, он уже собирался, но мы сейчас не можем никаких гарантий дать. И в связи с этим я даже не уверена, что мне стоит делать этот проект, потому что там основная история вокруг мастер-класса, потому что он фотографировал юную Мадонну обнаженную. Преодолевать сложности, похоже, придется и российским бизнесменам. Первый тревожный звонок поступил как раз из Украины. Кондитерская фабрика «Рошен» временно прекратила производство в Липецке. В феврале прекратились поставки украинской свинины. Эксперты не исключают, что из-за политических разноклассей между Россией и Украиной вскоре мы можем остаться без привычных товаров на прилавках. Если мы говорим про свинину и говядину, то за прошлый год, если я не ошибаюсь, на несколько миллиардов долларов мы приобретали свинину на Украине. С января этих поставок, естественно, нет. На сегодня уже цена на свинину и говядину приподнялась порядка 7-9%. Может быть, кто-то в магазине этого еще не видит, я вам говорю оптовые цены. Украина завозит на наш рынок сыры, сливочное масло, кондитерские изделия и алкоголь. Поставки этой продукции оцениваются в миллионы долларов. В нашем крае около 9% от всех возимых продовольственных товаров приходится именно на Украину. Постепенно объем импорта из этой страны уменьшается, но предприниматели не склонны паниковать. Говорят, украинские продукты они с легкостью заменят на другие. Считаю, что на продуктовом рынке это вообще никак не скажется, потому что все базовые товары, которые именно еда настоящая, они в основном все-таки у нас производятся. Да, есть какой-то дефицит, возможно, будут какие-то повышения, но вероятность этого исчезающая мало. Украина, говорят эксперты, зависит от нас сильнее, чем мы от нее. В основном за счет нефти и газа. Но продукты Россия тоже поставляет, чему там, похоже, уже не рады. Украинцы даже придумали новый термин – экономический патриотизм. Но в конце концов, убеждены депутаты, экономические бойкоты ударят по тем, кто их организует. Бизнес, он перестроится через какое-то время. Если кто-то будет применять экономические санкции по взаимоотношениям, я думаю, та сторона больше и пострадает. В целом, бизнесмены говорят, бить тревогу еще рано. Украина для нас не самый главный поставщик. А вот Россия на мировом рынке – хороший потребитель. Так что вряд ли наши экономические партнеры захотят терять такого выгодного покупателя. Виктория Лопатайте, Эдуард Баглай, Афонтова, Новости.